zip файл мои юные любители сезонинства в данном видео мы будем рассматривать полезнейшую программу bg info данная софтина позволяет выводить на экране каждого пользователя в сети информацию о его компьютере ip адрес мак адрес имя текущего пользователя название домена и так далее зачем спрашивается это нужно ну например если вы отмените какую-нибудь крупную организацию а я с недавних пор тружусь в конторе где суммарный парк составляет 200 машин 100 из которых находится конкретно под моим началом возникает потребность в оперативной технической поддержки для того чтобы ее оказывать вам необходимо как минимум знать связку из имени компьютера и работающего за ним пользователя зная эти данные вам не составит труда удаленно подключиться к сотруднику через рдп или быстро определить какому компьютеру сейчас подключен общий принтер да в теории должна быть составлена карта сети и документ где вся вышеперечисленная информация фиксируется но что спрашивается делать если предыдущий админ не оставил вам подобной документации а работать нужно причем здесь и сейчас тех условиях которые диктует сложившаяся ситуация тут то вам на помощь и придет бг-инфо данная программулина при грамотной настройке поможет вам сорендировать даже самых тугих юзверей они в два счета смогут продиктовать вам те данные которые аккуратно расположены у них уголочки прямо на рабочем столе в устной беседе или же по внутреннему телефону в устной беседе это актуально в том случае если вы заходите в кабинет там стоит 20 компьютеров и вы просто теряетесь какому же из них подключен общий принтер или мфушник лично меня в первый месяц работы это не раз выручала и экономила просто уйму времени поэтому я чувствую некую обязанность поделиться с вами этим небольшим опытом касающимся нюансов внедрения данной чудо проги в реальной сети и начнем мы загрузки бг-инфо пишем яндексе соответствующий запрос и переходим на официальную страничку размещенную на портале microsoft разработчики программы бг-инфо марк русинович и браис коксвелл имели свой собственный сайт проект с озвученным названием system tunnels задолго до того как вошли в состав microsoft компания приобрела успешный концепт только 2006 году а в 2011 билл и его команда убрали из открытого доступа все исходные коды и наработки программы бг-инфо аргументировал это тем что какие-то изменения исходников могут навредить вашей операционной системе windows в целом на админской братии это никак не отразилось утилиты из пакета русиновича и по сей день распространяются бесплатно а значит ими можно пользоваться абсолютно легально и не тревожиться ночами по поводу отсутствия соответствующей лицензии поэтому смело жмем по ссылке download bg-info и после завершения загрузки распаковываем содержимое архива в отдельную папку запускаем экзешный файл на своем компьютере я сразу буду демонстрировать весь процесс на клиентской машине но вы можете подготовить файл конфигурации и скрипт заранее и уже затем ручками раскидывать их по компьютерам рабочей группы или же зарядить на домене в групповую политику дабы распространить всю эту историю в автоматическом режиме как это сделать максимально быстро мы рассмотрим подробнее чуть позже а пока примем лицензионное соглашение и остановим таймер отчитывающий секунды до закрытия программы кликнув по произвольной строчке в главном меню в левом столбце показан комментарий который будет выводиться напротив параметра а вправо непосредственно сама переменная как я уже говорил ранее меня интересует только имя компьютера и логин текущего пользователя остальную информацию удаляю и корректирую комментарии перемены под русскоговорящую часть населения дабы пользователи понимали что от них требуется сообщить вы исходя из потребности вашей сети можете оставить и какие-то другие параметры в данном окне например если бы я отменил несколько филиалов то непременно бы оставил наименование домена чтобы видеть какому контроллеру относится данная станция расшифровку значение каждого из параметров вы можете найти в оригинальной статье к данному материалу теперь поехали по настройкам внешнего вида кликаем справа по пункту background и в открывшемся окне сразу ставим галочку make wallpaper visible behind text она отвечает за отображение фонового изображения за текстом с информацией о нашем пк далее выбираем непосредственно фоновый рисунок я предпочитаю однородный бэкграунд среди админа в старой школы существует такое поверье что одноцветные обои повышают производительность компьютера на 5-10 процентов не знаю правда ли это или нет но я всегда делаю именно так 10 винде знаменитая синяя обоина находится по адресу c windows web screen выбираем пикчу image 105 и осталось только разобраться с позиционированием jpg в раскрывшемся списке ищем fill оно же заполнение и сохраняем настройки нажав ok переходим ко второму пункту позишен тут принципе все просто он отвечает за место расположения нашей информации на экране монитора мне по душе правый верхний угол он как правило у всех свободен ибо в левой части обычно накидывают ярлыки справа внизу корзина а вот правый верхний угол традиционно пустует вот и займем его полезным делом жмем ok в десктоп слезть не будем так как в принципе уже все настроили чекаем превью и убеждаемся что все выглядит как надо сохраняем нашу конфигурацию нажав файл save as в качестве места сохранения конфигурации указываем ту папку в которой уже лежит наш экзешник а затем задаем понятное имя файлу например он жмем сохранить перемещаем папку bginfo в директорию которая сто процентов присутствует на каждом компьютере под управлением операционной системы windows например в программ файлс собственно почти все осталось добавить нашу программу автозагрузку для этого создаем ярлык файла bginfo.exe на рабочем столе и вызвав контекстное меню правой кнопкой переходим к его свойствам на вкладке ярлык дополняем строку объект следующими параметрами conf.bgi и параметры silent таймер двоеточие 2 0 и knowledge prompt conf.bgi означает что прежде чем запустить экзешник программа будет ссылаться на файл с настройками silent отвечает за игнорирование ошибок а таймер указывает время ожидания закрытия уже знакомого нам таймера нулевое значение его просто нивелирует и последняя knowledge prompt задает пропуск окна лицензионного соглашения в автоматическом режиме применяем данные параметры для ярлыка нажав кнопку ok переименовываем его в удобно читаемый вид и перемещаем в папку с объектами автозагрузки для всех пользователей windows 10 данный каталог находится по следующему пути c программ дата microsoft windows старт меню программ стартап теперь остается только перезагрузить наш компьютер чтобы проверить как отработает bginfo как видим после перезагрузки у нас применились выбранные ранее одноцветные обои и в правом углу появилась информация об имени компьютера и текущем пользователе и все бы хорошо однако есть одна маленькая проблемка если юзерюс бредет в голову самостоятельно поменять фон на рабочем столе а можете мне поверить такая идея это первое что придет ему в голову когда подзюк увидит скучную одноцветную пикчу он мигом захочет ее сменить и вот тут то все наши старания пойдут коту под хвост информация попросту пропадет с рабочего стола до следующей перезагрузки для того чтобы избежать столь каверзной ситуации эффективнее всего использовать возможности домена в вашей сети а точнее настроить соответствующим образом групповые политики перемещаем папку с bginfo из автозагрузки в общую папку на сервере доступ на чтение которое есть у всех членов нашего домена я рекомендую использовать для подобных программ следующий путь имя сервера в сети сисвол имя домена и папочка скрипт но это не строгое правило можете с таким же успехом закинуть фнет логом или вообще создать свой каталог и дать к нему доступ нужным пользователям переходим на сервер и запускаем экзешник bginfo из сетевой папки в открывшемся окне принимаем условия лицензионного соглашения далее открываем наш файлик с конфигурацией для работы в сети с выделенным сервером его нужно немножечко подкорректировать это связано с тем что парк машин а следовательно и операционных систем в вашей сетке может быть разномастным экспишки семерки восьмерки где-то даже висты порой встречаются и на каждой операционной системе в идеале хотелось бы видеть одинаковый фон синего цвета поэтому давайте перейдем к пункту background и скопируем имк 105 из локальной папки на сервере в нашу шару с bginfo для удобства переименуем картинку фон и в настройках программы пропишем к ней новый на этот раз сетевой путь жмем ok сохраняем изменения в конфигурационном файле нажав файл сейфас выбираем файл конв сохранить отлично осталось написать небольшой бат файл с аналогичными параметрами которые мы создавали для ярлыка в случае с компом одноранговой сетки создаем текстовый файл и сразу переименовываем его в bg-start и меняем расширение на бат правой кнопкой изменить прописываем в кавычках полный сетевой путь к xe-шнику а затем конфигурационному файлу ну и не забываем о параметрах silent timer и knowledge prompt сохраняем изменения самое время разобраться с групповыми политиками диспетчере серверов раскрываем менюшку средства и ищем списке управления групповой политикой правой кнопкой по названию домена создать объект групповой политики в этом домене и связать его дадим имя объекту политика для bginfo в контекстном меню политики жмем изменить раскрываем ветку конфигурация пользователя политики конфигурация windows сценарии входа и выхода из системы свойства входа нажимаем кнопку добавить указываем сетевой путь к нашему батнику и подтверждаем дважды нажав на ok хорошо политика применяющая bginfo есть но нужно еще активировать параметр отвечающий за запрет смены фоновой картинки на рабочем столе для этого переходим в административные шаблоны панель управления персонализация и ищем пункт запрет изменения фона рабочего стола возвращаемся на клиентский пк и пробуем залогиниться под доменной учетной записью видим что политика отвечающая за отображение параметров отработал на ура пробуем зайти в персонализацию и поменять фон ничего не выходит и это при том что я сейчас вошел под учетной записью которая входит состав администраторов домена а значит ни один смертный уж точно не избежит данного запрета окей друзья последняя фишка которой я бы хотел поделиться с вами это место где программка bginfo сохраняет последнюю кэшированную картинку рабочего стола какой ситуации данное знание будет актуально ну например помощник приносит вам компьютер и оставляет его на долгосрочную диагностику после того как час x наконец настает вы осознаете что совершенно непонятно кто последний за ним работал и какое сетевое имя ему присвоено такой ситуации вы просто заходите в папку с профилем последнего пользователя предварительно отфильтровав список по дате изменения а затем апдейта локал темп и находим файле bginfo.bmp открыв его мы можем ознакомиться с информацией об имени компьютера логине пользователя и других параметрах если конечно вы изначально включали в настройках их отображения такие дела малята лично мне все вышесказанное сегодня не единожды помогало в решении задач связанных с администрированием сети крупных размеров но если вы хотите более подробно углубиться в данную тему то настоятельно рекомендую ознакомиться с моим обучающим курсом по администрированию на платформе windows server 2016 после его изучения вы сможете самостоятельно реализовывать на своем предприятии доменную сеть и превратите работу по ее обслуживанию сплошное удовольствие ведь каждый админ знает что грамотно организованная и правильно сконфигурированная лвс это залог сохранения нервных клеток и крепкого сна по ночам друзья на этой ноте с вами прощаюсь если понравился видос то не забудьте поставить под ним лайк и поделиться со своими друзьями и атишниками нас на секундочку уже более 7000 давайте же вместе расширим данное комьюнити еще больше ведь каждый новый просмотр каждый ваш лайк каждая подписка для меня являются дополнительным мотивирующим драйвером вопросе производства новых видосов так что давайте не разочаровывайте дэнчика учитесь новому и самое главное ребятки берегите себя до новых встреч в следующем выпуске Продолжение следует...